Для жителей этой ежевской многоэтажки лифты – самое дорогое приобретение. Старые отслужили почти 40 лет. Ездить на таких древних подъемниках, вспоминают жильцы, было временами даже страшно. За последнее время он выходил из строя, приходилось пешком подниматься. Он иногда с такими звуками неприятными, такими-то ржавыми, иногда такое было. Но зато сейчас… А сейчас в этом большом доме заменили уже пять подъемников, осталось еще два. Средства для капремонта копили на спецсчете, причем из пяти новых один жильцам достался бесплатно. Все очень просто, объясняют в управляющей компании. Лифты меняли по региональной программе. 20% затрат на каждый подъемник компенсировали бюджет республики и города. Без этого копить пришлось бы дольше. Если 20%, которые софинансировали, практически один лифт установлен в этом доме за счет бюджетных средств, то это миллион восемьсот тридцать лифт стоит. Им бы пришлось копить два-три года точно. Нынче здесь заменят еще один лифт через год следующий. Министры советуют включиться в региональную программу жильцам и других высоток. В республике нужно поменять две с половиной тысячи лифтов. Если у них есть определенные накопленные средства на спецсчете и они принимают решение о том, что участвуют в этой программе, они могут рассчитывать на 20% поддержку государства. Из них 14% взял на себя республиканский бюджет, 6% – бюджета городов. На сегодняшний день это уже город Ижевск, город Царапов и город Воткинск. Программа долгосрочная. Она рассчитана на пять лет. В этом году на замену лифтов в республиканском бюджете предусмотрены 44 миллиона рублей. По 33 подземникам заявки уже одобрены. Оксана Худякова, Василий Хохорьков. Новости.